Каковы результаты визита председателя Ганера в Россию и как они повлияют на будущее сотрудничества двух стран? Об этом мы поговорим с профессором Китайской академии общественных наук Суэ Фу Ци. Профессор, здравствуйте! Напомним, что нынешний визит является первой сокроничной поездкой Си Цзиньбина после пересправления на председателя Ганера. Это также девятый визит китайского литера в Россию за 10 лет. На ваш взгляд, каково значение этой поездки для содействия развитию китайско-российских отношений в новую эпоху? Какие результаты достигнуты в ходе визита? Это первый государственный визит председателя Ганера Си Цзиньбинь после его переграли на данный пост. И вообще, значит, такой визит состоялся лет 10 назад, когда впервые посетили Россию в качестве председателя, главы государства. И в течение периода, десятилетнего периода, между лидерами наших стран состояли примерно 40 встреч на двусторонних и многосторонних площадках. Это как раз говорит о значении дипломатии, главы государства, которые имеют важное значение для продвижения наших межгосударственных отношений. И в результате этого визита стороны приняли совместное заявление по углублению нашего стратегического партнерства и взаимодействия новой эпохи, в котором были зафиксированы, что китайско-российское отношение – это межгосударственные отношения между крупными державами нового типа. То есть мы не настроены против кого-либо, кого бы то ни было, у нас нет такого плохого мышления, мы отказываемся от конфронтации и нацелены на совместное развитие, на повышение благосостояния наших народов. Помимо всего этого, конечно, переобсуждены очень широкие международные проблематики, которые представляют взаимные интересы. И, кстати, здесь должен отметить, что позиции Китая и России по многим вопросам международного и регионального характера очень схожи или очень близки. В частности, Китай и Россия вместе. То есть мы выступаем за многополярный мир, выступаем за демократизацию международного политического и экономического порядка. Мы выступаем за центральной нации объединенных наций, за центральной роли, за его совета безопасности. Выступаем за международные права и за цели и принципы устава ООН в решении глобальных проблем. И, конечно, в совместном заявлении были затронуты очень многие другие вопросы. В частности, и прежде всего, конечно, в сфере прагматического сотрудничества. Здесь, конечно, между нашими странами самые широкие интересы по инвестиционно-торгово-экономическому сотрудничеству, по взаимодействию в области науки, технологии, освоения космоса, самолетостроения, вертолетостроения и по многим другим направлениям. Спасибо. Напомню, на связи с нами был профессор Китайской академии общественных наук в Суэ Фу Ци.